добрый день всем присутствующим добрый день с вами компания кит финансы я елена беляева и наш очередной брифинг посвященный техническому анализу нашего рынка и так всех с началом весны поздравляю и начало весны сегодня оказалось очень бодрым даже я бы сказала слишком бодрым и на такой вариант мы даже честно говоря не рассчитывали я думаю вот так да вот это индекс ммвб у нас сейчас на экране давайте мы начнем пока с таких дальних перспективы с недельного графика то даже дневной график выглядит довольно таки устрашающим так секунду так у меня тоже поздравляют с весной хорошо спасибо итак недельный график индекса ммвб на экране посмотрим просто вот перспективы где вот выглядит сейчас на данный момент более вероятным поддержка да вот этого движения которое мы сегодня наблюдаем вот эта поддержка выглядит таким образом и цель в данный момент достаточно близко это уровень 1250 по индексу ммвб и будем надеяться что ситуация сможет нормализоваться у этого уровня но гарантии нет то есть какие-то покупки сейчас еще не оправданы ну разве что какие-то спекулятивные внутри дня если есть желание на отскоках это уже по по желанию и в общем-то по умению по опыту кто как умеет но какие-то среднесрочные долгосрочные покупки будем производить только тогда когда убедимся что ситуация стабилизировалась вряд ли это произойдет в ближайшие дни поэтому здесь еще нужно наблюдать потенциал снижения пока вот ограничен уровнем 1250 если будет пробит это пробита эта поддержка то там уже достаточно глубокие уровни тогда будут возможно там может пойти уже такой неконтролируемый процесс достаточно серьезный то есть ситуация на сегодня была осложнена до панические продажи подсказывают мне да сегодня абсолютно панические продажи это вот ситуация которая происходит когда начинаются появляются угрозы каких-то военных конфликтов то есть сегодня с утра были была информация в западных СМИ о том что Россия вводит войска в Крым и было заявление руководителей Америки в первую очередь и Германии Америки в первую очередь о том что будут введены экономические санкции против России если это будет продолжаться вот именно этот момент и в общем то это привел к паническим продажам почему потому что введение экономических санкций оно понятное дело чревато осложнением отношений между странами возможными там проблемами в во взаимодействии то есть шла речь о том что будут отказ от виз и так далее возвращение к холодной войне и в таком духе то есть это довольно таки как бы сказать серьезная такая ситуация обсуждалась и поэтому реакция тоже была очень серьезная то есть на самом деле на самом деле ситуация я не думаю что все так серьезно обстоят дела мне кажется что есть возможность ну по крайней мере разобраться что произошло и соответственно возможно реакция будет какая-то ну не такая паническая в будущем потому как уже начинают появляться в западных СМИ уже такие применительные так скажем высказывания и уже вроде как смеяется западное сообщество с тем что Крым для Украины потеян а вот если уже будет движение запад дела Крыма на Украину тогда будет соответственно уже ситуация будет выходить из пандконтроля тогда будут уже массовые продажи и движение рынка на более низкие уровни поэтому если вот на том что есть сейчас все стабилизируется в общем то есть пока шанс удержаться у индекса ММВБ над уровнем 1250 но гарантий никаких нет поэтому пока покупать про покупки ничего не говорим да вот то есть спекулятивные какие-то движения возможны то есть попытки откупить попытки отскока в некоторых акциях уже наблюдается но честно говоря пока это не оправдано потому как мы не знаем и никто не знает как ситуация будет развиваться поэтому вот то что происходит сейчас то что мы говорили на прошлой неделе либо шарты либо без позиций то есть других вариантов сейчас нет то есть какие-то покупки сейчас еще не оправданы вот поэтому наблюдаем за развитием ситуации смотрим будем смотреть как ситуация будет развиваться как будет формироваться здесь разворот если он будет формироваться вблизи уровня 1250 и тогда уже будем принимать решение когда будут сигналы какие-то разворотные пока в общем-то сопровождение тех коротких позиций которые открывались на прошлой неделе и пока сопровождение тех коротких позиций передвижением стопов за оппозициями какие бумаги больше всего подвержены снижению продолжению снижения это во первых газпром с его частью бизнеса которая связана с украиной газпром вполне возможно будет еще распродаваться сильнее давайте посмотрим на газпром здесь вот собственно уже все мыслимые ближайшие цели были пробиты сегодня таким по сути дела на открытии был пройден уровень 132-133 которые вот ранее достаточно часто служил поддержкой и пошло движение вниз здесь пока вот агентир район 110 рублей который на который тот уровень где ранее был разворот бумаг то есть вполне возможно что сюда обратно могут вернуться цены вот поэтому либо район 110 рублей может быть чуть выше чуть ниже как получится по ситуации то есть сейчас отрабатывается уровень 120 рублей от него может быть тоже попытки какие-то откупить но пока вот говорить о том что это все завершенное движение я бы не стала так говорить то есть олег считает что для дивидендных бумаг самое время покупать тот же самый газпром ну если этим ограничилось бы то да а если это будет движение на там 100 рублей и ниже то скорее всего получится совершенно неприятная ситуация дело в том что мы не знаем как политически будут развиваться события на украине и если события будут принимать характер каких-то вооруженных действий в этом случае несмотря на то бумага дивидендная не дивидендная газпром это или какая-то другая бумага она будет падать и потому что ее будут распродавать выходить из нее большие фонды вот поэтому у нас уже была война с грузией что говорит олег посмотрите пожалуйста на график индекса в 2008 году вы поймете все то есть там тоже было ускорение снижение рынка и достаточно приличное то есть военные действия они всегда связаны с распродажами на рынке рынок не любит военных действий и инвесторы бегут с рынка как только начинаются какие-либо военные действия поэтому сейчас нет гарантии что их не будет и поэтому покупать сейчас это не очень хорошая идея но как бы решение принимать вам поэтому я собственно просто высказываю свое мнение ваше решение это ваше решение дальше следующие компаний которые сильнее также подвержены распродажам это бумаги банковского сектора то есть это во первых втб он слабее сбербанка в принципе и поэтому он легче движется вниз тоже об этом мы говорили с вами на прошлой неделе что там у нас мы рассматривали вариант входа в короткую позицию вот после пробоя поддержки и вот с тех пор по сути дела безоткат на движение продолжается и сейчас достигнут уровень 3,4 копейки то есть уровень который который которого не было с 2009 года то есть это достаточно уже низкий уровень то есть есть конечно и вариант двух копеек но я думаю что до двух копеек не дойдет будет движение намного меньше то есть так вариант 3 копеек в принципе вполне не выглядит достаточным но посмотрим но вот здесь также риски продолжения снижения сохраняются дальше также в достаточно сложной ситуации находится сбербанк здесь тоже мы видим сегодня движение достаточно сильное нисходящее и пока тоже нет никаких признаков остановки этого снижения тоже здесь короткие позиции можно пока продолжать удерживать те стопы за позиции передвигать пока не будет разворотного сигнала никаких покупок не делать и короткие позиции пока не закрывать так дальше гмк норникель здесь ситуация несколько лучше всегда была и пока она и удерживается несколько лучше то есть тот восходящий тренд который мы наблюдали и который развивается внутри вот этого восходящего канала он в силе поэтому сейчас то что ждем ждем движение в район 5500 5300 вот в этот район и там уже будет понятнее то есть остается норникель в этом канале или он будет из этого канала выходить то есть пока вот тренд сохраняется но внутри этого тренда происходит достаточно резкая коррекция поэтому мы говорили о том что следует зафиксировать лонги и собственно пока побыть без позиции то есть здесь скорее всего вот такая рекомендация остается потому что короткие позиции здесь открывать как сказать нет достаточных оснований для открытия коротких позиций потому что тренд остается восходящих и вот это текущее движение рассматриваем пока лишь коррекцию внутри этого восходящего тренда поэтому есть более такие понятные акции более слабые так скажем акции которые и удобнее шортить и соответственно там это движение происходит более понятным образом поэтому здесь я бы сказала пока без позиций вот далее далее что еще лукойл тоже так на лукойле также на часовых графиках уже ничего совершенно не видно потому что все провалилось намного ниже тоже здесь был пробит уровень 1950 и собственно также мы говорили о том что при пробое этого уровня короткие позиции имеют смысл и вот мы наблюдаем сейчас движение в район 1750 сегодня было в в этот район и собственно в район где-то вот 1600 вполне может движение продолжится так дальше сеть рост сети рост сети упали ниже эстетического минимума пишут ну вот да вот так происходит то есть акции которые слабые электроэнергетику на самый слабый сектор на рынке уже давно они могут падать вообще до нуля практически да то есть то что происходит с мечелом то есть самое подверженное падению бумаги это бумаги ну связанные с бизнесом с украиной такие как газпром втб дальше второе это бумаги которые банковского сектора мы их упомянули и третье это бумаги с большой долговой нагрузкой как мечел вот они будут падать в первую очередь и они будут падать сильнее здесь по руснефти пока ситуация как сказать в меньшей степени отражается на руснефти то есть здесь достаточно стабильной ситуации держится и пока вот руснефть цепляется за уровень 230 это это уровень двухсотпериодной средней на недельном графике это уровень поддержки то есть если этот уровень тоже будет пробиваться то может быть ускориться снижение и тогда будет агентиром район где-то 190-200 рублей вот поэтому такие перспективы тоже в принципе могут возникнуть пока смотрим как отработается уровень 230 то есть пока тоже рекомендация либо шарты либо ничего так что еще что еще достаточно достойно держится уралкалий здесь ситуация тоже было снижение попытки распродаж но пока уровень 145 поддержка пока держит ситуацию то есть если есть такая слабая надежда что в общем-то здесь может бумага удержаться в принципе компания с Украиной связана не связана и в общем-то все компании экспортно ориентированные они не так страдают от падения рубля как компании которые нацелены на внутренний рынок и на рублевые денежные потоки поэтому здесь в общем-то больших каких-то серьезных распродаж пока не наблюдается посмотрим что будет дальше возможно в этой компании и нет крупных позиций западных фондов в этом случае возможно обойдется без каких-то обвальных распродаж так что еще ну в общем-то собственно ситуация везде похожая и вот магнит та же ситуация что и по всему рынку то есть здесь тоже снижение больше 10% и причина этого снижения это просто выход из позиций каких-то крупных участников просто покидание рынка то есть вот если ситуация на украине не будет стабилизироваться в ближайшее время выход отток капитала из россии будет усиливаться и в этом случае распродажи на рынке будут продолжаться снижение будет продолжаться за счет того что покупать некому поэтому сейчас пока покупки на самом деле не не следует делать исходя из того что акции стали дешевые то есть это не причина совершенно покупать то есть нужно учитывать слабость рынка и слабость и отсутствие вот достаточного количества покупателей в том случае если с рынка начнут уходить западные фонды то есть покупать будет совершенно некому и будет та же ситуация что была в 2008 году вот пока так спрашивают не хочется потерять прибыль от шарта думаете будем ли еще падать хотя бы пару дней тут ситуация сейчас она достаточно такая переменчивая то есть все может поменяться в любой день и в любой момент в зависимости от того как ситуация будет развиваться то есть смотрите сами принимайте решение хотите фиксировать какую-то прибыль можете частично фиксировать то есть рассмотрите вариант закрытия половины позиции потом снова доливки позиции то есть посмотрите как вам более комфортно но пока в общем то ситуация складывается в пользу удержания коротких позиций пока ну так скажем нет факторов которые говорили о том что разворот в ближайшее время возможен то есть все таки больше за продолжение снижения так почему регуляторы не как не поддерживают наш рынок век мог бы покупать не было такой такой команды веб я думаю что покупать и когда будет тогда он будет вмешиваться в 2008 году веб вышел на рынок уже только осенью когда уже падение полностью по сути дела закончилось поэтому пока ситуация не стабилизируется я не думаю что какие-то действия будут со стороны веба поэтому сначала произойдет процесс сначала произойдет падение потом будет откуп так олег падение было до января 2009 года да нет ничего подобного уже в осенью там уже были остаточное какое-то снижение оно было уже совершенно не тем что было летом то есть там было уже поиск снижающийся там было уже по сути дела формирование дна то есть поиск дна и вот этого именно процесса мы хотим сейчас увидеть на рынке то есть пока нет вот именно вот процесса поиска дна пока есть только так скажем сверление пола то есть то что мы видим там нет никакого никаких попыток остановиться пока вот поэтому так то есть сейчас на данной ситуации мне кажется либо короткая позиция либо никакая то есть других пока вариантов нет так давайте глянем на доллар рубль доллар рубль грузия в 2008 году была летом в августе так доллар рубль в общем все тут по-прежнему сегодня центр банк повысил ставку с пяти с половиной процентов до семи цель этого повышения было немножко сдержать процесс ослабления рубля ну в общем то по факту мы видим что ничего центробанк здесь не добился этим этими мерами и в настоящий момент ослабление рубля продолжается и я думаю что вот уже 36 с половиной да она уже есть по поспоту уровень 36 с половиной есть и скорее всего 37 рублей мы вот буквально в ближайшие дни я думаю что увидим так татьяна пишет что не дают открывать шарты возможно то есть чтобы открыть короткую позицию нужно чтобы вам кто-то дал акции в долг если этих акций ну скажем так брокеру никто не дает то соответственно могут отказать в открытии коротких позиций в таком случае переходите на фьючерсы фьючерсы всегда там там таких проблем нет поэтому там короткую позицию можно открыть всегда и по газпрому по сбербанку есть фьючерсы и по индексу ртс есть фьючерсы и так про рубль то есть пока вот цель 37 рублей по споту за доллар и пока здесь никакого торможения никакой остановки не ожидается нефть совершенно предсказуемо подскочила вверх потому как вот возможность военных конфликтов она всегда сподвигает нефть на рост поэтому здесь ситуация вполне объяснимая если ситуация будет нормализоваться я думаю что вот район 112 долларов за баррель нефть бренд это уже почти предел то есть где-то вот в районе 112 112 с половиной скорее всего вот это движение остановится и начнется стабилизация и движение в обратном направлении то есть здесь больше такое спекулятивное движение на новостях на неожиданных новостях то есть она скорее всего нефть будет пытаться вернуться на более низкие уровни так и фьючерс на индекс ртс так слишком крупный график здесь ситуация тоже развивается в сторону снижения мы видим вот на последней свечке часовой такой достаточно мощный выкуп происходит в районе 108 тысяч и соответственно здесь не знаю вот не смотрел на стакан была ли сегодня планка по фьючерсу я думаю что была те кто торгует фьючерс напишите пожалуйста возможно что вот снижение фьючерса было остановлено тем что возникла планка да в стакане то есть то что происходит здесь происходит по всему рынку то есть здесь фьючерс будет снижаться единственное что у фьючерсов всегда есть предел дневного изменения которые устанавливают да вот два раза говорят останавливают фьючерс то есть два раза уже в течение дня была планка то есть планка она останавливает движение фьючерса и соответственно поэтому движение фьючерса оно не происходит так быстро как на споте да да вот пишут были планки на фьючерсах газ бир ртс конечно были потому что такое движение оно понятно никак не укладывается в те пределы которые выставляет биржа на движение фьючерсов вот поэтому здесь соответственно движение происходит медленнее и тоже скорее всего здесь еще не выбран весь потенциал снижения то есть давайте глянем на индекс ртс там понятнее будет ситуация то есть сейчас на индексе ртс тоже достигнут уровень ну так скажем достаточно сильный технический уровень 1100 даже вот чуть ниже сейчас находится индекс и мне кажется что этот уровень он должен отрабатываться то есть здесь какая-то остановка ну хотя бы на время она должна быть поэтому вот я думаю что она будет но это совсем не означает что снижение дальше не продолжится поэтому сейчас в настоящий момент около текущих уровней вполне возможно некоторая стабилизация так окей давайте будем смотреть что что еще какие вопросы не ответили так да вот упоминали акции упоминали акции электроэнергетиков там вот такая же ситуация что и по рынку и она хуже почему потому что энергетика она более слабый сектор и по фск там уже 24 процента в минусе по интераусе почти 18 процентов в минусе и по россетям там 24 процента в минусе то есть такая вот собственно ситуация по сектору электроэнергетики ну вот такова жизнь сейчас и главное сейчас не обмануться текущей ситуации не совершить на эмоциях какую-то неприятную ошибку и собственно главное не спешить и сначала думать а потом делать так ну давайте будем на этом завершать потому как сложно сейчас предположить как дальше будут развиваться события но главное не спешить и думать сначала а потом уже действовать всем спасибо за внимание и до свидания до завтра мудрых всем торговых решений